Лобная доска Барбара О'Нил Человеческое тело было предназначено для самоизлечения, и оно будет исцеляться, если дать ему правильные условия. На этой неделе я показывала вам эти условия. Человеческое тело будет ухудшаться. Но на этой неделе я показываю, как это можно замедлить. Но человеческий мозг никогда не должен ухудшаться. Это шокирующие новости для большинства людей. И так должно быть, потому что сегодня в обществе у нас 1700 новых случаев болезни Альцгеймера диагностируют каждую неделю. Это довольно тревожно, не так ли? Я не знаю людей, которые хотели бы пойти туда. В книге, написанной всего несколько лет назад, называется «Остановить Альцгеймер сейчас», доктор Брюс Файс очень четко показывает, что Альцгеймер можно предотвратить, и даже на некоторых этапах можно вылечить. Если же нельзя излечить, определенно может быть прекращение спадов в симптомах. Так что сегодня я бы хотел отвести вас в этот удивительный мозг, который каждый из нас имеет. Самый удивительный компьютер на планете. Заметьте, с помощью скелетной системы, это внутренняя структура, заставляющая человека стоять вертикально. Но когда доходит до головы, она становится внешней структурой, теперь играя защитную роль. И в этой внешней системе, в самой деликатной, тем не менее, самой важной орган в теле, есть семь областей доступа. Два уха, два глаза, две ноздри и рот. Все, что мы слышим или когда-либо слышали, контролируется в нашем мозгу. Все, что мы видим, когда-либо видели, контролируется в нашем мозгу. Все, что мы нюхаем, попадает сообщение в наш мозг. И все, что входит в рот, будь то еда или питье, имеет влияние на мозг. Давайте начнем, взглянув на мозг. Так выглядит мозг сбоку, немного похож на слизня. А это вид на мозг сверху. Заметьте, что есть две доли в передней части мозга. И эти две доли называют, как если бы была одна, потому что у них одинаковый функционал. Называется лобная доля. В лобной доле находится наш интеллект. Там же разумные полномочия. Тут же проходит и суд. Суждение. Также в лобной доле находится, как я называю, самый замечательный подарок, что Бог дал человеку. Это воля. Воля — это власть в природе человека. Это сила решений и выбора. И если подумать, наши жизненные решения определяют нашу судьбу. Все в жизни происходит по причине воли, из-за решений, которые мы принимаем. В человеческом мозгу лобная доля занимает примерно от 33 до 38 процентов мозга. То есть от 33 до 38 процентов в голове занято лобной долей. Лобная доля обезьяны занимает примерно 17 процентов мозга. У собаки — 7,5 процента. А у кота — 3 процента. Одна дама сказала, не у моей кошки. Если человек... Если человеческий мозг может развертываться или свертываться, точнее, лобная доля, тогда, я полагаю, может и у кошки. Человеческий мозг имеет самую большую лобную долю, чем у любого существа. И человеческий мозг, лобная доля, не полностью развита до 30 лет. Интересно отметить, что во многих культурах молодым людям традиционно не давали ответственные должности до 30 лет. В Библии мы видим историю Иисуса, он не начал свое служение до 30 лет. Только в 30 лет лобная доля полностью развита. Поэтому я говорю родителям, привяжите своих детей к сердцу, пока они маленькие, потому что они будут нуждаться в вас, когда у них будет подростковый возраст, когда им стукнет 20. Им нужен кто-то с полной развит... с полностью развитой лобной долей. Почему есть разница между 33 и 38 процентов? В домах, где дети растут с изгородью безопасности вокруг дома, которая является изгородью дисциплины, лобная доля укрепляется. В домах, где у детей есть руководящие указания, есть последствия для каждого действия, лобная доля укрепляется. Видите, ум и нервы усиливают тон и силу через упражнения воли. Воля это не мышца, но работает точно так же, потому что чем больше вы ее используете, тем она сильнее. Это замечательная вещь, с которой можно работать, особенно когда воспитываешь детей. Давайте я расскажу вам историю своей сестры. Моя сестра балерина. Она очень красивая, изысканная женщина. У нее было четверть детей. Ее подруга сказала ей однажды, «Фиона, я не понимаю». «Ты думаешь, что нужно бить детей?» «Я же нет». Тем не менее, я целыми днями их бью, при этом ни разу не видела, как ты ударила своего ребенка. Мне очень нравится ответ моей сестры. Она говорит, «О, я все время даю им выбор». Вы используете волю. Как часто вы говорите ребенку, будь им 5, 10 или 15? Ты можешь ходить где угодно по этому мату, но не можешь сходить с него. Что они делают первым делом? Они сходят с мата. Когда они сходят с мата, они смотрят на вас. Почему они смотрят на вас? Будут ли последствия для меня за то, что я сошел с мата? Является ли то, что мой взрослый друг тут говорит, правдой? И сколько родителей говорят, «Я же сказал, что не надо сходить с мата». Ребенок думает, «Мне не было больно», и они идут немного дальше. Тут тоже не больно. Видите, что происходит? Они сходят прямо с мата, нету последствий. Или, может, родитель просто начинает кричать. Но если ребенок сходит с мата, а там жгучая крапива, могу заверить вас, что они больше никогда не сойдут с мата. Видите, боль прекрасный учитель. Я не верю, что стоит избивать своих детей с утра до ночи, но я также не верю, что стоит позволять ребенку делать и ходить, куда он хочет. Дети очень счастливы, когда у них есть очень четкие, руководящие указания. Давайте представим, что ребенок сошел с мата на жгучую крапиву. Что происходит в следующий раз, когда ребенок пытается сойти с мата? Память. Было больно. Поэтому ребенок упражняет самоконтроль и не сходит с мата. Видите, почему дисциплина учит ребенка самодисциплине? И по мере того, как ребенок тренирует волю, она становится сильнее. И когда такие дети становятся взрослыми, с ними очень легко работать с сотрудником, потому что выросли с очень четкими руководящими указаниями. Но родитель, который сказал, не сходи с мата, я же тебе сказал не сходить. Знаете, такой родитель учит своего ребенка лгать, потому что они не делают то, что, как они сказали, собираются сделать. Это неверный родитель. Очень важно быть верным родителем. Воля не должна быть разбита и сбита на куски, и нельзя позволять ей идти, куда она хочет. Я сравниваю обучение воли с обучением лозы вокруг столба на моей веранде. В данный момент я обучаю лозу вокруг столба моей веранды. Если я схвачу эту лозу и заставлю виться вокруг столба, я ее сломаю. Если же я позволю ей идти, куда вздумается, кто знает, может один из сотни усиков завьется вокруг столба. Но каждые пару дней я возвращаюсь. О, опять уходит. И я опять аккуратно укладываю вокруг. Я как раз вчера это сделала, кстати. Еще пару дней пройдет, я вернусь и опять аккуратно уложу вокруг. Один писатель объяснил это так. Волю следует осторожно вести и направлять. Обратно вот сюда, вот туда. Это лучший способ. Когда я имею дело с людьми, которые приходят ко мне за помощью по вопросам здоровья, я могу сделать немногое, пока у меня нет воли. Одна дама сидела передо мной однажды. Она сказала, я пыталась добраться сюда целый год. Наконец я смогла приехать с небольшой помощью моих друзей. Все, что вы скажете, я сделаю. Что у нас тут? Как говорят. Где есть желание, есть и возможность. Я видел, как люди драматично исцелялись, потому что у них есть воля, желание. Также была и другая леди, она сидела передо мной и плакала. Я говорю, что случилось? Она говорит, я не хочу быть здесь. Я ответила, что слышу это впервые. Многие говорили, как долго они хотели приехать. Мой следующий вопрос был, а почему вы здесь? О, моя сестра и мать хотели, чтобы я приехала. Я говорю, ты знаешь, что у тебя рак печени и рак кости. Но я не чувствую, что у меня есть что-то. Я говорю, хотите, я отвезу вас домой? Потому что я подумала, какой смысл? Смысл быть здесь, если у вас нет воли здесь находиться. Это мощный способ помогать людям, но на самом деле это единственный способ, которым вы можете. В лобной части мозга находится наш самоконтроль. Вот почему с упражнением воли он становится хорошим и сильным. Также тут находится предусмотрительность. Вот почему мы принимаем решение не делать этого. Даже ребенок, который сходит с мата, а там колючая крапива, больше не сходит с него. Видите, это предусмотрительность. Видите, я бы хотел сойти с мата, но я помню, что случилось в прошлый раз. Как видите, тут немного памяти и немного предусмотрительности. Больше не хочу той боли. В лобной части мозга находятся наши организационные навыки. У нас есть книжка в библиотеке под названием «Новый ребенок в пятнице». Это замечательная книга, которую вы можете приобрести в магазине «Куран», написана Кейт Лемоном. И там просто черным по белому причина и следствие. В конце каждой главы есть свидетельство около пяти родителей, которые говорят, у меня появился новый ребенок в пятнице. Что же происходит? Родителям просто дают последствия к действиям. Это настолько просто. Мы знаем, что есть много проблем с воспитанием детей сегодня. Поэтому книга Кита Лимона «Новый ребенок в пятнице» такая популярная. Вот почему суперняня такая популярная, вот почему доктор Фил такой популярный. На самом деле, все они говорят об одном, что должно быть последствия для каждого действия, хорошего или плохого. это тренирует волю, мягко направляя и руководя ее. Вы видите, что лобная часть мозга очень важная часть мозга. Один писатель назвал ее «короной мозга». На самом деле, это часть мозга, которая делает нас теми, кто мы есть, потому что там мы принимаем наши решения, решая, а решения определяют нашу судьбу. Поэтому давайте сегодня взглянем на то, что может повлиять на лобную долю. Нам не нужно беспокоиться о повреждениях, потому что у нас очень прочный череп. Даже когда мы падаем или бьем этот череп, есть семь слоев фасции, которые как тонкий материал, из которого делают шарики, вокруг мозга. Так что, когда мы падаем, кстати, есть жидкость между каждой из них, есть смягчающий эффект. Проблема возникает, когда происходит постоянное избиение мозга, как в боксе или часто в лиге регби. Есть состояние под названием регби-мигрень, возможно, слышали о нем. Но все знают, что это повреждение мозга. Это непрерывные удары по мозгу в разных областях. Мохаммед Али, в его интервью в поздние дни карьеры не было так много смысла. И он получил болезнь Альцгеймера. Болезнь Альцгеймера это нейродегенерация. В его случае это было очевидно физическое. В некоторых других случаях нейродегенерация может произойти не только по причине физических ударов, но также урон мозга может быть вызван химическими веществами, тяжелыми металлами, и мы коснемся этого по ходу этой лекции. Так что нам не приходится слишком беспокоиться о физическом уроне, но мы должны беспокоиться о всем, что входит через наше отверстие и попадает в наш мозг, воздействуя на него. В этой первой лекции сегодня я бы хотела посмотреть на то, что входит через рот. В следующем мы больше рассмотрим умственные и духовные аспекты. Давайте посмотрим, что входит в тело и может повредить лобовую долю. Сахар. Как сахар может повредить лобную долю? Особенно, когда большинство людей понимают, что мозг потребляет много глюкозы, мало того, он потребляет в 15 раз больше, чем любая другая клетка. Ему можно, это штаб-квартира. Он принимает много решений, не так ли? Но возникает проблема в том факте, что есть только двухминутная подача глюкозы. Это все, что мозг имеет. И когда сахар входит, мы рассматривали это раньше на этой неделе, уровень сахара в крови резко повышается. Означает ли это, что интеллект, рассудок и суждения хорошо работают? Нет, они обходят стороной. Это как пытаться контролировать очень быструю машину. Так что мозг быстро говорит поджелудочной железе, быстрее, высвобождая инсулин. Нам нужно понизить этот уровень сахара. Но в случае высокой глюкозы, это требует много инсулина. Но так как много инсулина было выпущено, слишком много идет в хранилище, в клетку или хранилище галикогена и жира. Теперь мы слишком низко. Как там интеллекту, рассудку и суждения? Никого нет дома. Это когда дети отскакивают от стен, когда дети борются, дерутся и не делают ничего, что вы им говорите. Хотите легкого воспитания? Устраните сахар для ребенка и матери на самом деле. Хотите легкого воспитания? Устраните сахар и используйте волю. Это была бы неплохая книга, не так ли? Используй волю и страни сахар. Легкое воспитание. Что происходит? Поджелудочная железа изнашивается, но не только она, мозг тоже изнашивается. Доктор Джон Тим Тара, британский эндокринолог, он сделал довольно тревожное заявление, что никто не должен идти на психиатрическое лечение, прежде чем они не сделают тест на устойчивость к глюкозе. Вау. Может случиться так, что их поджелудочная железа и надпочечники изношены, и они не обрабатывают уровень сахара в крови должным образом. Это немного страшно, не так ли? Вот почему книга Уильяма Дафти называется «Сахарный блюз», потому что сахар вызывает блюз. Вот где он. Кратковременно он высокий, но затем очень долго низкий. Вот вам и блюз. Он также может вызывать блюз-депрессию. Есть один гормон, инсулин, который понижает уровень глюкозы в крови. Номер один. поджелудочная выделяет гликоген, который предназначен для того, чтобы снова поднять уровень глюкозы в крови. Надпочечники выделяют адреналин, еще один гормон, который тоже может снова поднять уровень глюкозы. Надпочечники также выделяют норадреналин, еще один адреналин, который может поднять уровень глюкозы. 4. Гипофиза выделяет гормон роста человека. Он также может снова повысить уровень сахара в крови, высвобождая жир. Щитовидная железа выделяет тироксин. Тироксин – это гормон, который выделяет жир с хранили, чтобы поднять глюкозу. Видите ли, щитовидная железа контролирует метаболизм, а когда скорость метаболизма слишком низкая, тироксин выделяется, чтобы высвободить жир, чтобы дать глюкозу. Один гормон, чтобы понизить уровень глюкозы опять. И Бог знал, что мы не хотим быть там внизу. И поэтому есть 5 гормонов, на самом деле есть 6-й. И это кортизол. Кортизол также из надпочечников. 6 гормонов, чтобы заново его поднять. Но знаете, что происходит сегодня? Поджелудочное изношено, поэтому глюкоген недоступен. Надпочечники истощены, потому что человек зависит от костыля, кофеина, сахара. Так что надпочечники истощены, поэтому адреналин и нордреналин, кортизол тоже истощены. Человек не делал упражнения долгое время, и гормон роста забыл, что он должен делать. У человека рот полон ртутными заполнениями, которые забирают весь селен. Поэтому щитовидная железа не может превратить йод в тироксин, потому что нужен селен. Еще одна вещь, которая может повлиять на щитовидную железу, может быть, дама была на таблетках 10 лет, и высокий эстроген противостоит щитовидной функции. Так что вы видите, уровень глюкозы в крови идет вниз. Поджелудочная говорит, у нас нет гликогена. Надпочечники говорят, у нас все исчерпано. Пустой банковский счет. Нет адреналина, нет и норадреналина, кортизола. Быстро! Давайте пойдем в гипофизу. Извините, нет гормона роста, он забыл, что ему нужно делать. Быстро! Щитовидная железа! Вы наша последняя надежда! Артуть и высокий эстроген там остановились. И где остается человек? Вон там внизу. Бог сделал все возможное. Он дал нам все эти гормоны, чтобы поднять уровень. Многие невежественные люди там внизу, и те вещи, которые не принимают, чтобы попытаться подняться, на самом деле изнуряют эти гормоны еще больше. Это трагическое состояние, не так ли? Вот как Сахов влияет на функционирование мозга, особенно лобной доли. Как мы рассматривали ранее, пшеница может поднять его еще больше и стремительно опустить еще ниже. Есть книга под названием «Зерновой мозг», и этот автор рассматривает влияние пшеницы на функционирование мозга. И он показывает, как этот амилопектин А, который мы рассматривали ранее, как помните, амилопектин А повышает уровень сахара в крови очень высоко, амилопектин Б в бананах и картофеле, амилопектин С, который находится в ваших бобовых, такой хороший именно тот, что нам нужен. Наш мозг, из-за того, что у него только двухминутная поставка глюкозы, нуждается в долгом, устойчивом, постоянном обеспечении питательных веществ, а пшеница и сахар не дают ему этого. В своей книге у автора есть история психиатра, который снимал своих шизофренических биополярных пациентов с пшеницы, и у них начинался 50-процентный восстановительный путь. Вот почему книга называется «Зерновой мозг». Кофеин. Сколько австралийцев проснули сегодня для этих трех сегодня? Тост, джем и чашечка кофе, хлопья с молоком и сахаром и чашечка кофе. Зайдите в любое кафе для завтраков, и вы обнаружите, большинство австралийцев едят все это. А как я говорила, многие больны через неведение. Как кофеин влияет на функционирование мозга? Я коснулась этого ранее на этой неделе. Но сегодня я хочу сделать еще один шаг вперед и показать, как он напрямую влияет на функционирование мозга. Я рисую нервные клетки. Это дендриты или принимающие станции. Это аксон или рука, которая выходит из клетки нервов. Я рисую миленовую оболочку. Это жирное вещество. 70% мембраны вокруг клетки – это жир. Большинство из них здесь, в этом жирном веществе. Миленовая оболочка питает нервную клетку. Миленовая оболочка проводит сообщения через нервную клетку. Миленовая оболочка изолирует нервную клетку. Миленовая оболочка защищает нервную клетку. Так что это очень важная часть нервной клетки – миленовая оболочка. Сообщение выходит через эти маленькие нити, в эти маленькие кнопки вот здесь. И потом сообщения передаются посредством электрических импульсов к следующей нервной клетке. Одна нервная клетка обладает способностью или потенциалом для взаимодействия с 20 тысячами других нервных клеток. Это довольно феноменально. Мы имеем удивительный мозг. Что делает кофеин? Он вторгается в эти маленькие нейротрансмиттеры. Нейротрансмиттеры приходят со следующей нервной клетки. Предыдущая нервная клетка направляет руку в эти маленькие кнопки, и затем они высвобождаются и общаются, посылая свои сообщения к следующей нервной клетке. Это может происходить на скорости 200 км в час. Иногда нам нужно, чтобы это было так быстро. У нас есть книга под названием «Кофеиновый блюз». И автор там уподобляет эффект океина на нервную клетку с тем, кто, скажем, находится в сафари, в Африке. Он там на вечеринке с друзьями, отделяется от них, поворачивает за угол, а там тигр. Что случится в теле? Реакция адреналина. Очень быстро повышается уровень аденозина. Аденозин – это нейротрансмиттер, который действует как предохранитель, и когда у вас кризисная ситуация, срабатывает предохранитель. Так что уровень аденозина падает, когда вы встречаете тигра на пути. Другой нейротрансмиттер, который затронут – ацетилхолин. Ацетилхолин – это нейротрансмиттер, который имеет отношение к функционированию лобной доли. У нас кризисная ситуация. Нам нужен наш интеллект, рассудок, суждение прямо сейчас, потому что нам нужно понять решение, которое, скорее всего, сохранит нам жизнь. Надеюсь. Так что уровень ацетилхолина растет в этой кризисной ситуации. Другой нейротрансмиттер – допамин. Допамин – это нейротрансмиттер, который заставляет нас гнаться за счастьем. Гнаться за наградой. Конечно же, в этом случае гнаться за свободой от тигра. Кое-что еще происходит. Кровяное давление подскакивает. Давление подскакивает, потому что эти мышцы заставят вас бежать так быстро, как никогда в жизни. Им нужно значительное количество топлива. Кровосомнабжение в желудок прекращается. У нас тут кризис. Переваривание – забудем об этом сейчас. Это не приоритет. Все ваши рабочие мышцы включаются, готовые к бегу, или подъему, или борьбе всей вашей жизни. Чашка кофе равна тому, как если бы вы встретили тигра на пути в реакции вашего организма. Проблема в том, что через полчаса тело говорит, они не бегают, не прыгают, не сражаются, и теперь у нас дисбаланс в мозге. Наш мозг работает в соответствии с точным балансом. Тело не может функционировать, когда этого баланса нет. Оно без проблем может функционировать во время кризиса, но мы же не можем встречать кризисные ситуации каждый день. Так что тело развивает дополнительные небольшие участки рецепторов на дендрите, чтобы хватиться за любое количество аденозина, который проходит в попытке сохранить баланс. Уровни ацетилхолина падают в попытке получить баланс. В конечном счете, уровень допамина просто исчерпан. А потом человек приходит в Мисте Маунтен. Мы не даем им никакого кофе. Уровень аденозина возвращается в норму. Участки рецепторов заливает. Аденозин также отвечает за приток крови к мозгу. Так что когда уровень аденозина возвращается в норму, происходят две вещи. Кровоток возвращается к мозгу мгновенно. Участки рецепторов заливает. О, как же это больно. Больше людей страдают здесь от изъятия кофеина, чем от любого другого. У нас люди избавлялись от хрустального амфетамина, экстази, героина, марихуаны, метадона, алкоголя. Никто не так не страдает, как люди, пьющие кофе. Поэтому я классифицирую его как один из самых опасных наркотиков. И все же, разве это не австралийский любимец? Кто такой любимец? То, кого кого не любят. Одна дама сказала, о, я люблю свое кофе. Заставляет мой мозг двигаться, заставляет меня вставать и идти. Я говорю, да, так и есть. Неудивительно, вы встретили тигра на пути? Разве вы бы и не пошли, если бы встретили тигра на пути? Кофе заставляет мозг двигаться, стимулирует допамин, который является гормоном «встал и пошел». Гормон, который отвечает за вашу погоню за наградой и погоню за счастьем. Это не плохой гормон. Допамин заставляет меня прополоть мой сад, и моя награда – прополотый сад. Так что дело не в том, что это плохой гормон, но в случае зависимости, это вещь, которая побуждает человека идти неестественным способом за этим сахаром, этой пшеницей, этим кофеином, этим наркотиком. И все же счастье никогда не достигается. Это просто погоня за ним. Как бы вы себя чувствовали, если бы встретили тигра на пути каждый день в течение шести месяцев? Как бы вы себя чувствовали, если бы встретили три тигра на пути каждый день в течение шести месяцев? Там тигр на пути. Ну и что? Хрум-хрум, ням-ням, съеден тигром. Медицинское определение депрессии – это химический дисбаланс в мозге. Сахар и пшеница являются наиболее ответственными за дисбаланс топлива. Прибавьте к этому кофеин, который наиболее ответственный за химический дисбаланс в голове. Мой молодой друг обычно выпивал чашечку кофе каждое утро. Он сказал, что я обнаружил что-то более мощное, чем кофе, чтобы повести себя в движении с утра. Я спросил, и что же это? Он говорит, что холодный душ? И вы не получаете подобный сброс? В чем содержится кофеин? В разного сорта энергетических напитках – кофе, чая, шоколаде. Знаете ли вы, что каждый год детей привозят в больницы с шоколадным отравлением? Похоже, что эта информация не доходит до газет. Три дипломированные медсестры подтвердили мне это. Не каждый ребенок, что есть шоколад, попадает в больницу с шоколадным отравлением. Это дети, у которых ослаблены надпочечники и поджелудочная железа. Почему они ослаблены? Это не просто неудача или генетика. Помните, генетика заряжает пистолет, но именно образ жизни нажимает на курок. Даже если мы родители с некоторыми генетическими недостатками, и, кстати, мы все такими родились, и мы это знаем, вам никогда не нужно тянуть спусковой курок. Образ жизни нажимает на курок. Ртуть. Ртуть — это нейротоксин. Нейротоксин означает отравление мозга. Поэтому если пойдете к донтисту, и он попытается положить ртуть вам в рот, у вас есть все право сказать «нет, спасибо». Если вас спросят, почему нет, вы можете сказать, что это нейротоксин. Вам скажут, но это же в таких маленьких количествах. Следующий ответ, который вы можете дать, мне нравится такое предложение. Вам нужно короткие предложения у донтиста, потому что рот открыт. Нет безопасного количества ртути. Это третий самый токсичный металл на планете. Почему сейчас нет ртутных термометров в больницах? Их запретили. Почему у них больше нет той пещеры, в которую вы могли зайти и ходить по ртути? Потому что люди выходили оттуда и рвали. Люди выходили оттуда с головной болью. Сегодня ртуть в основном встречается в пломбах и рыбе. В пломбах во рту может быть от 40 до 60% ртути. И по чуть-чуть, медленно, пары ртути выходят, и когда они соприкасаются с бактериями в вашем рту, получается метилортуть. Такая метилортуть теперь может пройти через гематоэнцефалический барьер, через плацентарный барьер. И когда она проходит, она может убить эту нервную клетку, а также прогрызать отверстия в миелленовой оболочке. Когда эта миелленовая оболочка начинает разрушаться, теряется питание, кондукция, изоляция, защита. И это называется рассеянный склероз. В нашей библиотеке есть три книги доктора Хэлл Хаггинса. Одна из них называется «Все в твоей голове». И там он показывает связь между тем, что происходит в вашем рту, будь то ртутные пломбы или заполнение корневых каналов, связывая это с заболеванием в различных частях тела, потому что каждый зуб связан с различными органами и местами в нашем теле. Вторая книга называется «Неосведомленное согласие», потому что дантист не обязан рассказывать вам о нейротоксичности ртути, прежде чем он положит ее к вам в рот. У меня есть друг химик. Он сказал, что химикам так делать нельзя. Химик обязан сообщить вам. Так что вот две книги доктора Хэлл Хаггинса. И он сказал своему другу, «Я не напишу третью книгу, если смогу связать тысячу случаев только в моей практике отравление ртутью и рассеянным склерозом». У меня есть эта книга. Она называется «Разгадывание тайны рассеянного склероза». И она толщиной в дюйм. Там очень четко показана связь между рассеянным склерозом и ртутью. Не каждый человек с ртутными пломбами во рту получает рассеянный склероз. Это просто природа зверя, человеческая природа. Видите ли, есть много различных нитей, которые объединяются, чтобы сделать нас такими, какие мы есть. Нет безопасной дозы ртути. Поэтому, если она есть у вас во рту, мое предложение — найти биологического дантиста и удалить ее. Разве вы не получите выброс при этом? Вы получите небольшой, но, по крайней мере, потом вы свободны. И понемногу, если у вас питательная диета, то есть много овощей, немного фруктов, белки, бобовые, здоровые жиры, мало-помалу организм сможет устранить ртути с тканей. Алкоголь. Алкоголь тоже является нейротоксином. Нет и безопасного количества ртути. Как нет и безопасного количества алкоголя. Алкоголь убивает клетки мозга. Это универсальный растворитель. И когда алкоголь попадает в тело, мембрана вокруг каждой клетки тела начинает растворяться. И поэтому очень быстро печень создает холестерин. Помните, ремонтник и реставратор. И холестерин отправляется держать эту клетку. Через 24 часа эта мембрана теперь слишком твердая, потому что эффект алкоголя уже не настолько силен, как тогда, когда человек впервые выпил. И холестерин уходит. И что происходит с холестерином в таком организме? Оргонь холестерина становится выше и выше. Вы, наверное, слышали истории об этом. Был вот человек, которого берут на вызов, где-то на вечеринке, чтобы он выпил всю бутылку скотча. И он умирает. Он буквально растворяется. Печень не может делать холестерин достаточно быстро, чтобы сдерживать их всех вместе. У нас была девушка на программе. Она сказала мне, «Такое случилось с моим братом. 18 месяцев назад ему было 25. Она сказала, он выпил бутылку скотча на вечеринке в субботу вечером. К 10 утра он был мертв». Вы слышали о Александре Великом? Он был последним полководцем, который завоевал всю Европу. Блестящий ум. Когда он все заевал, он вместе со своими генералами, со всей своей армией устроили пьянку и оргии. И он шел от вечеринки к вечеринке с геркулесовой кружкой, а в такую помещается довольно много алкоголя. Он умер той ночи в возрасте 32 лет от отравления алкоголем. Очень грустная история. И в ту ночь два его младенческих сына были убиты, а генералы взяли на себя власть. Очень печальная история. Алкоголь, сколько блестящих умов было потеряно из-за него. Нет безопасного количества алкоголя. Табак. На войне считалась победа, если линия снабжения в штаб-квартиру была разбомблена. Вот что делает табак. Давайте я вам покажу. Вот линии снабжения. Это сонная артерия, которая поднимается вверх к мозгу. Это линия снабжения. Эта артерия поднимает снабжение в мозг, поднимает кислород, поднимает питательные вещества, глюкозу, кетоны, возможно, и жиров. Табак сбрасывает бомбы. Как он это делает? Вот как должна выглядеть артерия, широкие толстые стены, клетки крови, прыгающие вокруг. Под эффектом табака артериальная утончается, ослабляется, и теперь там с легкостью может создаться отверстие. Так что печень создает ЛПНП, холестерин. Помните, ваш ремонтник и реставратор затыкая отверстие, на табак продолжает поступать, и отверстие продолжает появляться. Что же происходит с обкладкой артерии? Она становится узкой. Помимо этого, табак заставляет клетки крови собираться вместе. Это крупный дегидратор. И не приходит много времени, прежде чем может случиться блокирование. А это приступ. Думаю, мы все знаем, что мозг может протянуть только 3 минуты без кислорода. И клетки начинают умирать. Это линия снабжения в штаб-квартиру. Не очень хорошо она выглядит, не так ли? Так что много людей страдают из-за этого, особенно когда курят. Так что функция мозга уменьшается. Удивительная вещь, что мозг может уменьшиться даже до половины снабжения, и при этом все равно неплохо функционировать. Одна из вещей, касаемых рассеянного склероза, заключается в том, что милениевая оболочка может быть съедена на 2 третих, пока не появятся симптомы рассеянного склероза. Можно сравнить с лодкой, привязанной к берегу. И она привязана к берегу очень сильным канатом. Приходят волны, дует ветер, и канат трется о причал, изнашиваясь. В один прекрасный день канат рвется, и лодка уплывает вдаль. Две минуты до того, как порвался канат, человек может проходить рядом и сказать, «О, это хороший канат!» Потому что лодка все еще привязана к берегу. Видите это? Люди с рассеянным склерозом и их семьи скажут вам, их настигло внезапно, внезапное падение. Видите, канат был почти разорван, и вот он разорвался. По сути, это миленовая оболочка, почти полностью отнято. Можно ли вылечить рассеянный склероз? У меня была подруга, у которой был рассеянный склероз. Теперь у нее ноль симптомов. Воплощать в жизнь восемь законов здоровья, иметь надлежащее питание, прекратить то, что наносит ущерб. Я встретила одного мужчину. Не ртуть вызвала его рассеянный склероз, это были химикаты. Он купил блок земли, и там, где он собирался положить плиту для основания, они отравили землю. Ему не хватило денег положить плиту, так что он просто оставил ее и построил дом на сваях. И под ним была его мастерская, где он ходил босиком. Вот так босиком по этой травленной земле, и в через 10 лет рассеянный склероз был диагностирован в его теле. Так что там в основном были химикаты, которые мало-помалу нанесли этот урон. Лекарства. Лекарства никогда не вылечивают болезнь, а только меняют ее расположение. У меня подруга работает врачом общей практике, GP. Она работает на этой должности уже 40 лет. Она говорит, в медицинской литературе Барбара говорится, что они знают, что антидепрессанты вызывают депрессию. Они не лечат ее. Доктор Нил Недли, вот что он обнаружил. Он обнаружил, что когда он изменил образ жизни, тогда перестала беспокоить депрессия. Если кто-то собирается перерезать себе вены, антидепрессант может спасти их жизнь, конечно. Но потом нужно одеть детективную шляпу, чтобы узнать, как они дошли до этого. Какими были все эти шаги, которые вызвали эту ситуацию? А зачем, конечно же, делать шаги, чтобы устранить все вещи, которые способствовали этому? У нас сегодня действительно эпидемия молодых людей, которые теряют рассудок благодаря развлекательным наркотикам. Мой муж – один из пяти детей. У него два брата и две сестры. И один из его братьев имел блестящий ум. Он был ключевым участником в дискуссионной группе. У них были большие планы на него. В 16 лет он попробовал марихуану. Она проникла в его мозг, и он уже никогда не был таким, как прежде. Он был одним из лучших в школе. Через 6 месяцев он уже проваливал экзамен. Трагично. У меня есть несколько друзей, и у одной 4 сына теперь осталось 2. У одного появились психозы, вызванные наркотиками, и он повесился. Другой пошел по пути героина и передозировок. Трагично. Сегодня ночью молодые люди умрут из-за этого. Каждую пятницу и субботу мы видим, как молодые люди теряют рассудок, и мы видим смерти. Многие молодые люди сегодня объединяют водку и сахар. Напитки, называемые алкопоп. Смешивая их с редбулом, в котором сахар и кофеин. В такую ночь будет отмирание клеток мозга. Один человек сказал мне, это объясняет, почему пьяные люди ведут машину. Видите, алкоголь напрямую влияет на функционирование мозга. Как там интеллект рассудок, суждения у того, кто выпил несколько напитков? Их там нету. И причина, по которой такие серьезные аварии, они тормозят слишком быстро или слишком поздно. Они входят в поворот слишком рано или слишком поздно. Когда я жила на окраине города, кажется, тогда была вечеринка в честь окончания года. Один из отцов предоставил бочонок. Четыре молодых человека умерли в ту ночь. Четыре молодых человека, которые были впереди всех. Это были лучшие в школе, капитан класса. Казалось бы, сливки молодых умов в городе. Это был совсем небольшой город. Весь город оплакивал. Конечно, это же очень трагично. Поэтому я говорю родителям, показывайте детям, сколько удовольствия они могут получить без этого. Это разрушает столько молодых умов. У меня есть подруга, которая работает в фонде Альцгеймера Австралии. Она говорит, у меня 40 пациентов, которым около 40. 40! И у них уже Альцгеймер? У нас недавно была дама, которая работает в уходе за престарелыми. Она говорит, вы будете шокированы узнать, сколько людей приходит в свои 40-50 с деменцией и болезнью Альцгеймера. Моя подруга, которая работает в Альцгеймере Австралии, говорит, что те, у кого Альцгеймеров 40 лет, это те, кто начинают играть с наркотиками и алкоголем, когда им 12-13. Так что чем раньше они начинают, тем больше повреждений нанесено лобной доли. У нас молодые люди, у которых лобная доля повреждена, прежде чем смогла развиться. Вот почему образование — это сила. Многие не понимают опасности всего этого. Многие думают, что немного не повредит, но это неправда. Немного имущаяка, мы бы никогда этого не сделали. И все это, как капающие экраны на камень, наносят урон. У меня есть друг, у которого было шунтирование. Я анестетик. Его побочный эффект вызвал у него депрессию. Так что даже те медикаменты и препараты, которые не имеют ничего общего с тем, что происходит в голове, их побочный эффект оказывает влияние на мозг. Доктор Эндрю Уэйкфилд. Его уже не называют доктор Эндрю Уэйкфилд, потому что у него отняли полномочия. Он написал книгу под названием «Бездушное пренебрежение». У него интересная история. Мне кажется, что где-то в 90-х он заметил, что многие из его пациентов были дети, приходящие с проблемами кишечника. Он также заметил, что у них был аутизм, и он делал биопсии на их пьеровых бляшках. Пьеровые бляшки – это часть вашей лимфатической системы, которая находится в вашей поперечной толстой кишке. Он обнаружил, что вакцина под названием ММР от свинки Кори Кораснухи находится в пьеровых бляшках в каждом случае. Так что он написал статью в медицинском журнале The Lancet с небольшим намеком на это. ММР, вакцина, проблемы с кишечником и аутизм. Фармацевтические компании устроили охоту за ним. Они утверждали, что его исследования были обманом, только на самом деле он был только одной частью целой команды патологов. Обратите внимание на название книги «Бездушное пренебрежение». Видите? Это теомерсал в детской вакцинации. Теомерсал – это ртуть, вызывает повреждения нервной системы, таким образом вызывая эпилепсию, таким образом вызывая аутизм. Где-то в 1998 году, наконец, была признана опасность теомерсала в детских прививках. Поэтому в 1998 году они перестали бы добавлять теомерсал в вакцинацию для детей. Но есть другие нейротоксины, такие как алюми и формальдегид, так что это не просто теомерсал. Если человеческое тело было предназначено для самоизлечения, и оно будет это делать, если предоставить правильные условия, все, что нам действительно нужно сделать, это дать телу правильные условия. И оно будет функционировать очень хорошо. Я признаю, что в экстремальных обстоятельствах лекарства могут спасти жизни, но исследовательская шляпа должна быть надета, чтобы понять, почему так происходит, и как дошло до такого состояния. Глутамат натрия Глутамат натрия является экзотоксином, который возбуждает нервные клетки на языке, чтобы еда на вкус была превосходная. Знаете, что это значит? Гнилая пища будет на вкус превосходна, кусок грязи будет на вкус превосходен. Но если это приводит к такому эффекту на нервных клетках языка, то это тоже происходит со всеми другими клетками. Это объясняет, почему многие люди получают головные боли после того, как поели китайскую еду. Сколько людей в субботу вечера могут пойти поесть китайскую еду? У них может быть напиток перед ужином. Вот ваш алкоголь. Потом они отведают китайскую еду. Вот ваш глутамат натрия. Потом они могут закончить чашечкой кофе, возможно с сахаром. И потом, возможно, еще алкоголь. Не понимая, что многие больны из-за неведения. Не понимая, что все эти мелочи повреждают и даже убивают клетки мозга. Глутамат натрия приходит сегодня в различных названиях. Усилители вкуса, гидролизованный растительный белок, гидрированный растительный белок. Вам нужно читать состав. Когда у вас будет качественное питание в идеале органическое, приготовленное лучшим способом, вам не нужны усилители вкуса. На этой неделе я показала вам, насколько важны хорошие масла и правильные соли. Хорошее масло с хорошей солью, безусловно, может улучшить еду. И свежие травы, они действительно добавляют искорку. Химические вещества. Нам нужно избавиться от химикатов в наших домах. Здесь опять же важно читать этикетки. Каждый дом должен иметь химический лабиринт. В каждом доме должны быть эти маленькие книжки, которые покажут вам, что все эти цифры означают. И можно получить столько разных альтернатив сегодня. Для моющего средства, шампуней, дам, которые носят макияж. Для всего этого можно обойтись без химии. Но очень важно смотреть за детьми. Много химикатов есть в пластмассе. И мы рассматривали это, когда обсуждали гормоны. Не давайте детям пластиковые погремушки, чтобы сосать. Не надо давать им пить с пластиковых стаканов. Лучше из нержавеющей стали или есть органические пластиковые бутылки. Химикаты попадают в нашу повседневную жизнь разными путями. Они должны уходить, потому что они вредят и могут повредить нервные клетки. Плесень. Плесень также может наносить ущерб нервным клеткам. Поэтому очень важно проверить у хозяина, что нет плесени в доме. Очень важно не есть старую пищу. Есть два продукта, на которых часто появляется плесень. Это арахис и приготовленный рис. В 1921 году в Японии приняли рисовый акт. Там была эпидемия сердечного Берри-Берри, что является заболеванием сердца по всей Азии. Поэтому японское правительство приняло рисовый акт в 1921 году, устанавливая строгие правила охранения приготовленного риса. Потому что они обнаружили, что эта плесень с ее конкретными отходами или митотоксин непосредственно влияла на сердце. Так что, когда приняли этот рисовый акт, кардинальный Берри-Берри был уничтожен. И поэтому, если поехать в Азию сегодня, вы никогда не будете есть вчерашний рис. Вы должны есть свежий рис каждый день. Хотите суши? Сделайте рис с утра. Приготовьте суши к обеду. Вы хотите сделать рисовый пудинг? Жареный рис. Приготовьте его утром, а затем приготовьте через несколько часов. Некоторые скажут, а если положить его в холодильник? Вы можете приготовить его утром, положить в холодильник и съесть после обеда, или, например, приготовить с вечера, оставить на ночь в холодильнике и съесть на следующий день. Но нельзя оставлять его больше, чем на 24 часа. На нее может появиться плесень, и мы даже не увидим ее. У меня была дама-патолог на программе. Она сказала, когда я была в университете, изучая патологию, были две вещи, которые всегда имели положительный результат на плесень. Это был арахис и приготовленный рис. Еще один человек сказал мне, что его друг сделал докторскую степень пометкотоксином, отходом плесени. И он проводил свои исследования в австралийском городе Кингарой. Что находится в Кингарой? Ах, арахис. Если вы выращиваете арахис, собираете его, моете его, готовите его, ешьте его, нет таких проблем. Почему? Проблема возникает только в хранении. И когда вы думаете о Австралии сегодня, 78% австралийцев живут в городе. То есть вся их еда выращивается за городом, по стране, и появляется проблема в хранении. Так что будьте осторожны с плесенью, будьте внимательны к тому, что вы употребляете. Если вам сейчас очень грустно, потому что вы обожаете арахисовое масло, попробуйте обжаренное масло кешью, попробуйте обжаренное масло ореха макадамии. Они такие же вкусные. Нет необходимости в арахисовом. Это очень социально приемлемый список, не так ли? И этот очень социально приемлемый список мало-помалу разрушает конкретное функционирование лобной доли. Очень тяжело поднять палец к всему этому, потому что так много нитей. И в каждом случае могут быть свои нити. Я вижу это как зеркало. Когда посмотрите в зеркало, лампочка погаснет, и вы поймете, в каких областях нужно что-то менять. Не знаю, как вы, но я хочу, чтобы мой мозг скверкал до момента, как мы умрем. А в следующей части нашей лекции, второй части лекции о мозге, я собираюсь показать, как вы можете переделать свой мозг. Я покажу, как вы можете стать умнее, становясь старше. Покажу, как ваш мозг может стать даже более разумным с возрастом. Помните, лобная доля как мышца, хоть и не является ей. Интеллект может быть потерян, но также его можно укрепить. Не IQ является самым важным, а то, что вы делаете с ним. Генетика заряжает пистолет, но именно образ жизни нажимает на курок, физически и умственно.